В торжественной обстановке почетные награды из рук главы региона получили более 80 работников в отрасли. Среди них немало тех, кто решил посвятить себя этому непростому, но важному делу еще с малых лет. В свое время в детстве я увидел тепловоз, когда я вырос в деревне, в город мы ездили не часто, а в поселок почаще. Увидел тепловоз, мне он просто понравился, как бы шел в своих мечтах. И в школе учился, направлен был на это, чтобы именно работать по профессии. Сегодня курские железнодорожники не просто работают по профессии. Вместе с нашими бойцами куют общую победу. Каждый железнодорожник с самого начала специальной военной операции, он тесно взаимодействует с нашими военнослужащими. Вот за что я искренне хочу поблагодарить каждого железнодорожника. Мы сделаем все для того, чтобы максимально было комфортно нашим дружинкам. Работа железнодорожников со сложнением обстановки в Курском приграничье стала куда труднее. Отметил глава региона Алексей Смирнов. Несмотря на это, область по-прежнему занимает ведущие позиции по пассажирским и грузовым перевозкам. Работники МЖД активно помогают в доставке гуманитарной помощи туда, где это особенно необходимо. Поблагодарив виновников торжества, Алексей Смирнов подчеркнул, этот праздник имеет для него особое значение. Я вырос в семье железнодорожника из детства, его знаю. В определенном смысле он для меня даже судьбоносный, сама отрасль, потому что в Курск я переехал, как раз пошел в третий класс, когда отца перевели из Брянской области в Курск. Поэтому я вам по-семейному желаю здоровья, вам и вашим близким. Желаю развития, желаю всем нам большой общей победы. Всего на территории региона профессиональный праздник отметят 3000 работников в отрасли. И от слаженной работы каждого из них зависит конечный результат. Ведь железные дороги – это беспривлечение артерии страны. Нина Ганеева, Алексей Ременко. События дня.